Детский альбом сына Елена и Руслан листают с особой теплотой и привкусом горечи. Вспоминают, когда мальчик еще не подрос, супруги решили порадовать сына сестренкой. Но мечты о втором ребенке разбились, о суровую реальность. В марте 2022 года у Елены произошла внематочная беременность, а после женщина лишилась возможности зачать детей естественным путем. Я была готова на все, на то, что у меня там что-то не в порядке, такая ситуация, что у меня просто вторая труба перерезана. Но такого никто не мог подразумевать и даже предполагать. По словам Елены, операцию ей провели в первой городской больнице Екатеринбурга. Там же, уверяют женщины, врачи сообщили, что удалили только одну маточную трубу. Поэтому шансы вновь зачать ребенка 50 на 50. Но Елена решила не рисковать и накопила деньги на новую операцию в платном медицинском центре. Там-то и выяснилось, что у нее нет обеих маточных труб. Жена мне позвонила в 8 утра и сказала, что, ты представляешь, они меня стерилизовали. После этого супруги пожаловались в областной Минздрав, обратились в Следственный комитет и юристу. Куда пропала вторая маточная труба и почему врачи скрыли факты удаления, сейчас разбирается следствие. В настоящее время назначена комиссионная медицинская экспертиза. На сегодняшний день нам в принципе по документации все понятно. То есть вообще в принципе и состав понятия. Единственное, что нам непонятно, каким образом это произошло и что повлекло вообще для возникновения такого рода последствий. В данном случае врачам грузит вплоть до лишения свободы, но в зависимости от того, какой состав все-таки будет доказан. При этом в Министерстве здравоохранения Свердловской области утверждает, что помощь пациентке была оказана в рамках закона. Медицинская помощь, в том числе оперативное лечение в Центральной городской клинической больнице номер один, было проведено по показаниям и в полном объеме в соответствии с действующими клиническими рекомендациями Минздрава Российской Федерации. Критерии качества медицинской помощи соблюдены. Сегодня Елена и Руслан помимо 13-летнего сына воспитывают двух котов и собаку. Семья хочет добиться того, чтобы некомпетентные врачи больше никому не навредили. Анастасия Роздобарина и Василий Тулинов. События ОТВ.